Егор Крид против парня Клавы Коки, за что ему пришлось извиняться. Даня Милухин спалил новые отношения о Кулич. Подростки массово отказываются от соцсетей, Бустер раскрыл, что же у них с Диларой, а Милана Хаметова вспомнила про бывшую ЛП. Стримеры в последние дни один за одним устраивают рубрику «Вопрос-ответ» на каверные вопросы подписчиков. Самым распространенным почему-то стал «А сколько ты тратишь на себя в месяц?». Бюджетней всего в этом плане живет Генсуха, она отзвучила цифру в 300 тысяч рублей с учетом аренды квартиры, обслуживания тачки, зарплаты сотрудникам и прочие бытовые расходы. На 100 тысяч больше за прошедший сентябрь потратила Кулич. Вот на что у нее уходит больше всего, плюс аренда квартиры стоит ровно сотку. Почти же не следит за расходами Бустер. Он давно является самым высокооплачиваемым российским стримером, у которого улетает по 5-6 миллионов рублей. Но стоит учитывать, что большая часть из них вкладывается обратно в контент на YouTube-ролики, например. Но на себя Слава тоже не жалеет, его недавняя поездка в Париж и шопинг там разорили его на сумму в 15 миллионов за 10 дней. Забавно, что год назад в ролике он озвучил, что максимум тратит 2-3 миллиона и это для него предел. Одной из причин такого резкого скачка являются в том числе появившиеся новые отношения. На Дилару Бустер денег вообще не жалеет. Даже если помните, на прошедшей ДРе дарил ей легендарный BMW Майбах, хоть и она не говорит от кого он. При этом Слава продолжает заявлять, что это просто хорошая подруга, хотя всем понятно, что это не так. С её появлением он даже сильно изменился внешне, стал за собой следить. Признался, что намеренно избавился от образа с повязкой и очками, так как представлять себя в старости в них ему не особо зашло. Поэтому решил попробовать преобразиться, хоть и многим это не особо понравилось. Милохин тем временем подогрел не очень приятные слухи для Акулич. После публикации её нового тиктока в комментариях появился Даня и написал «Платон везунчик». Тут идёт явный намёк на их отношения, про который я вам как-то рассказывал ещё недели три назад. Подтверждений им никаких нет, только то, что они слишком часто начали контактировать и много общаться. В тусовке же слухи ходят давно, даже на интервью рэперы спрашивали об этом. Видели фотографии, что вы с Аней Акулич вместе фотографировались. С мамами? Ну. И все как-то вас сметчили. Как ты вообще относишься к тому, что шипперят тебя с девчонками, с медийными? Например, Саня Акулич. Да нормально, пусть обсуждают. Пусть обсуждают. Ну конечно. Даня же продолжает поддерживать контакт со многими ребятами, поэтому вполне может знать что-то наверняка. Но мог и просто начитаться пабликов, а так лишь прикольнуться, чтобы вновь перетянуть одеяло внимания немножко на себя. С каждым годом люди, и в особенности подростки, всё больше проводят время в интернете, в соцсетях. И чаще всего это не что-то полезное, а бездумный скроллинг рекомендаций, который затягивает тебя на несколько часов, а то и на весь день. Из этого рождается много проблем от откладывания дел на потом, до забивания на друзей, семью и прочие увлечения. Этот вопрос начали поднимать американские школьники и создали тренг Монк Мод. Его суть в том, чтобы разуму дались все бесполезно забирающие у тебя время приложения, а также полностью отключить уведомления, чтобы не отвлекаться от реальной жизни. По словам тех, кто уже присоединился к тренду, первое время организм испытывает стресс, так как у него и происходит ломка от желания развлечься. Но если этот период преодолеть, то снижается тревожность, появляется много свободного времени и больше радостных эмоций, которые раньше не замечались из-за акцента внимания на другие вещи. Давайте устроим небольшой опрос в комментариях, сколько лично вы проводите время в интернете, и смогли бы поучаствовать в этом тренде, удалив все приложения. Пишите свое мнение ниже, интересно будет почитать каждого. Оказывается, что Юля Гаврилина не хотела выпускать трек Тиффани после публикации сниппетов в сети. Он получил большое количество критики, которые сапали с ее тяжелым периодом в жизни, когда хотел все бросить. Но услышав живую реакцию во время недавнего концерта Хайп Хауса, она все же дропнет его на всех музыкальных площадках. Состоится это 20 октября, правда пока с очень странной обложкой. Юля накидала ее сама в самолете и пока не отдавала графическому дизайнеру. Хочет, чтобы перерисовали подписчики, и лучшую работу она как раз и возьмет в качестве картинки, которая будет появляться при воспроизведении. Милане Хаметовой же пришлось защищать от хейтеров свою подругу Настю Князеву. Вместе с ней они недавно отправились в отпуск, где отлично проводили время. Но подписчики почему-то посчитали Настю лишней, что девочка слишком много куда лезет и вообще бывшая ЛП Милана Стар была лучше. Хаметову такие сова явно зацепили, на что она ответила, что именно Настя поддерживала ее в трудный момент. В то самое время конфликтов со Стар, которая продолжала улыбаться в лицо и параллельно записывала интервью, где наговорила для нее много обидного. Теперь понятно, что девочки спустя год так и не поговорили и не смогли прийти к миру. Хотя их общие зрители надеялись на другой исход и что когда-то они вновь начнут общаться. Дрим Тим уже несколько месяцев как распался, но наружу периодически начинают всплывать его бывшие участники. В ТикТок спустя долгое время решил вернуться Олег Романенко. Он был в команде сам во основании, успел повстречаться с Марусей, а после ухода потихоньку стал увидать в плане медийки. Сейчас парень углубился в творчество по профессии архитектор, что и является его основной деятельностью. Скорее всего она его и кормит, так как от блогерства он как будто отошел, практически ничего не публикует. Отношений сейчас тоже нет, но видимо ему так кайфово. Олег счастлив, поэтому пожелаем только удачи. Также мне в рекомендациях вновь начала постоянно выпадать Ника Гессер. Ее помнят только самые алды, так как ушла она достаточно быстро и с конфликтом. Даня еще тогда разрисовала ее лицо на общей фотке. Ника нашла себя в жизни на удивление в религии, приняла и сам и начала активно его изучать. Весь блог посвящен сейчас этой теме, где она объясняет его принципы, а также пытается развеять стереотипы. Просмотры собираются неплохие, так как дискуссий в комментариях всегда много, что она и добивается. Зарабатывать продолжает на рекламе, а также открыл свой интернет-магазин, где продает специальную одежду для покрывания женщин. Крит на прошедшем воскресенье стриме Юли Гаврилиной успел не только повеселить чатик, но и обидеть близкую подругу. Один из вопросов, на которых гадала Голышева, был, а правда ли, что у Клавы Коки и Александра поверено все серьезно и это не постанова. Егор еще до вердикта выдал комментарий, очевидно нет, а когда то же самое сказала Катя, добавил, что он Ванга. Скрины разлетелись по фандомам Клавы, поднялся негатив, на который спустя сутки певица обратила внимание. Пошла волна обсуждений, что у нас появился новый конфликт в сети, но оказалось, что в реальности ребята в тот момент уже встретились. Егор объяснил подруге, что не хотел задеть ее отношения и просто шутил, но все же записал публичные извинения, чтобы у аудитории не было недопонимания. Сегодня я поклялся, побожился, что больше никогда в жизни я не буду шутить или как-то обсуждать отношения к Клаве Коки и ее молодого человека. Негативно обсуждать. Негативно обсуждать, только без ним, даже если там будет негатив, даже если они расстанутся и все это реально окажется фикцией, я буду молчать. В общем все, я извиняюсь перед всеми, я был не прав. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok